Американские ученые обнаружили, что косметические бытовые товары, включая дезодоранты, духи и шампуни, загрязняют воздух не меньше, чем выхлопные газы и дым сигарет. Специалисты из Института исследований в области экологических наук Университета Колорадо опубликовали соответствующую статью в журнале Science. В самой статье, которая опубликована в Science, в научной статье написано именно о том, что в городе антропогенными являются где-то примерно 50% летучих органических веществ. И это в принципе нормально, поскольку крупные города, ну в том числе как и наша Казань, они лишены во многом зеленого покрова, а в естественной природе источником летучих органических веществ являются именно зеленые растения. Их заменяют в условиях большого города как раз вот эти косметические средства, их заменяют углеводороды, которые не сгорев вылетают из топливной системы двигателей. Выбросы не только повышают вероятность развития рака и других болезней, но и негативно влияют на экологическую ситуацию в целом, способствуя накоплению озона в нижних слоях атмосферы. Озон же является главным компонентом смога и сам по себе может вызвать астму и проблемы с легкими. Негативное воздействие летучих органических соединений, оно собственно говоря для каждого человека определяется индивидуально. Если брать условия большого города, ну это конечно проветривание помещений, особенно когда мы вот работаем с офисной техникой, регулярное проветривание помещений. Мы проветривание помещений после того, как мы занимаемся какими-нибудь дидианическими косметическими процедурами, не злоупотреблять дидианическими процедурами, то есть запах не мастеровать, а смывать, и тогда будет проще в общем-то всем, ну и колодии в том числе. Также ученые подчеркнули, что теперь необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно определить, какие летучие органические соединения более активны в образовании смога, а затем вывести их из обращения. Диана Хайрулина, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.